Всем привет! Вечерний эфир на телерадиоканале Страна.ФМ начинает свое вещание. Здесь я, меня зовут Маша Новая и как всегда по вечерам с 6 до 7 мы приглашаем в нашу студию гостей, так или иначе связанных с юмором. И я рада вам сегодня представить замечательного участника команды КВН «Уездный город» и «Луна». Актера сериала «Универ» юмориста шоумена Стас Ярушин сегодня с нами. Ура! О нет, надо было. Э-э-э. Здравствуйте, всем привет. Как настроение. У меня прекрасное настроение, потому что наконец-то погода у нас налаживается в Москве. Я в Москве редко бываю в последнее время, поэтому... Нет, хорошо, все хорошо. Все здорово. Прекрасное настроение. Доехал без пробок, думал, что будет аврал, трафик, но его не было. Так что все хорошо. Это я. Спасибо, до новых встреч. Я пошел. Все, ты пошел. До свидания, друзья. Ну что ж, на этом веселую ночь и мы заканчиваем нашу программу. Нет, 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 не дождетесь. Мы только начинаем. Стас, хочу сразу же тебе рассказать, о чем мы будем с тобой сегодня в конце. Расскажи, пожалуйста. Говорить. В нашем вечернем эфире мы вместе с нашими гостями говорим о том, как относиться к жизни с юмором. Вот у тебя есть какой-нибудь лайфхак? Что такое лайфхак? Лайфхак. Ну это совет. Это модная какая-то штука. Ну ты же человек современный. Подожди, ты же следишь за Инстаграмом. Слушайте, я, нет, я понятно, я следую за Инстаграмом. Я даже больше стал свой канал интернет выпускать, если я такой. Лайфхак, не знаю, что такое. Нет, я слышал, что такое термин есть. Надо говорить русскими нормальными языками. Совет. Давай, совет. Как относиться к юмору? В жизни вообще. Нет, не как относиться к юмору. А как юмор помогает тебе в жизни справляться с какими-то сложными ситуациями. Мне прекрасно юмор помогает. Надо всегда оставаться на позитиве, всегда искать где-то какие-то позитивные нотки. И если что-то плохое есть внутри твоего организма, если встал не с той ноги, настроения нет, надо настраивать себя внутри на то, что все будет хорошо. Я сейчас банальные вещи говорю. Не внешне. Это же психология абсолютно. Ну может быть есть. Ты знаешь, я знаю многих людей, вот они встают с кровати и такие полчаса улыбаются перед зеркалом, растягивают улыбку, чтобы дальше это уже у них осталось. От этого настроение поднимается. Слушай, Маш, ну во-первых, все зависит от характера человека. Я, допустим, у меня шило в одном месте, и я не могу ровно сидеть. То есть для меня, если я где-то сижу дольше часа, я вот сейчас сижу, видишь, постоянно... Уже сразу, да, все. Да, во фристайле нахожусь. Юмор — это классная вещь, особенно если ты понимаешь, что в жизни происходит, потому что у меня много ситуаций, где меня юмор спасало. Ну особенно с сотрудниками ГИБДД. Да, серьезно? Ты как обманул или что? Ты их разыграл? Да не обманул, но просто включается и юмор, где-то сарказм, еще подключает свою актерскую составляющую, и получается с ними всегда весел. Ну слушай, ну они же сразу тебя узнают. Разве нет? Ну бывает, которые не узнают. И дальше ты представляешься каким-то же другим человеком. Я не могу, я там начинаю такие вещи творить. Да нет, я позитивно, хорошо общаюсь. Просто когда я чувствую, когда я вижу, что со мной начинают разговаривать немножко на повышенных тонах и без чувства субординации, я поэтому начинаю там сам что-то делать и реагировать на это как-то... Вот неадекватно, ну как неадекватно, я подключаю, Антон Мартынов во мне просыпается. Сразу же, да? Некое хамство. Вот такое доброе, позитивное... А вообще что тебя может вывести из себя в обычной жизни? Мелочь вообще может вывести из себя. Какая-то бытовая или... Проигрыш любимой хоккейной команды «Трактор Челябинск». Ну ничего себе мелочь, извините меня. Мелочь? Мелочь? Ну мелочь, ну это же спорт, надо к этому относиться, до сих пор не могу к этому привыкнуть. Плохие новости, связанные с творчеством. Мелочь, но ты расстраиваешься, где ты на него ходишь. Ну с твоим творчеством, естественно, да? Если вдруг что-то не получается, вот ты задумал выпустить новую песню, а тут раз и не берут. Да. И достаточно тебя это расстраивает. Я расстраиваюсь. Я не то, что завожусь с этого, я расстраиваюсь очень сильно. У меня сейчас близится одно такое событие, и пока оно не на 100% у нас подтверждено, я пока расстраиваюсь по этому поводу, сроки остаются маленькие. Дело в том, что мы в Краснодаре. Появилась такая возможность в парке Краснодар сделать концерт бесплатный, в парке, там шикарное место. Да, и чтобы... Мы хотим снять этот концерт красиво, лучи вверх, с коптеров, вся эта история. Да, 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 с двух сторон класса. Проблема в чем? Проблема сейчас найти спонсоров, потому что очень тяжелая там финансовая, составляющая сейчас в России, да, и вообще во всем мире. А давай мы обратимся. Спонсоры, дорогие, поддержите, пожалуйста, кто нас слушает и смотрит. Мы постоянно ищем, 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 и ссылаем свои предложения, ищем, но надеюсь, кто-нибудь нам поможет. Нам за эту неделю буквально уже немножко... Уже за эту неделю все, сроки горят. Сроки горят. И как только вот мы добьемся определенной суммы, там сумма немаленькая, то мы, я всем уже на всю страну ЭФМ могу сказать, что... Не, мы идем к тому, я мыслю материально, не верил в это никогда, но когда начинаешь мыслить и действовать в этом направлении, все получается. Пока фу-фу-фу-фу срывов таких не было. Я тебя уверяю, все будет хорошо. Да, друзья, у нас тоже сроки горят. Прямо сейчас прервемся ненадолго и обязательно никуда не уходите, скоро вернемся. Ах, друзья, я тоже хочу делать вас счастливыми, но просто каждый день и помогают мне в этом по вечерам наши дорогие гости. Сегодня у нас Стас Ярушин. Стас, мне, кстати, сразу же после песни вытек к тебе вопрос. Что тебя делает счастливым? Выигрыш любимой хоккейной команды. Ты все-таки об этом, да? Ты настаиваешь на этом. Слушай, у меня такая насыщенная жизнь, что в этой круговерте ты находишь все время какие-то положительные стороны, и ты автоматически как-то находишь такие моменты, которые делают тебя счастливыми. Бывает просто такой напряженный график, и ты от этого балдеешь. Мне многие говорят, ты как ты выводишь, как ты устаешь. Нет, я разграничу. Я сплю нормально по 7-8 часов, для меня это нормально. Бывает и 9 сегодня, я вообще долго спал. Слушай, ну это действительно много. Да, это нормально. Для артиста с плотным графиком это реально хорошее такие. Бывает, конечно, когда перелеты, когда где-то... У меня бывают моменты, ты что-то придумал, и ты не можешь два дня спать. Потому что ты там спишь по два часа, у тебя постоянно идет круговерть мыслей в твоей голове. Я понимаю тебя. Да, и ты не можешь уснуть. Но я не один такой, естественно. Это нормальное человеческое состояние. Все творческие люди, мне кажется, такие, да. Когда они загораются. Да только творческие, не только творческие. У меня есть ряд проектов, которые я делаю там независимо от своей там актерской деятельности. И постоянно, если что-то придумываешь новое, все у тебя загорается, ты записываешь. Песни я, бывает, пишу, ну, не как Пол Маккартин, мне на него далеко, которому во сне что-то приснилось. Бывает, ты едешь, песню придумал, концепцию, и ты хочешь уснуть, и нет, у тебя что-то происходит, и встаешь, записываешь. Бывают такие истории. Я не знаю, как я придумываю песни. Я от этого тоже черпив положительный результат. Когда тебе в голову какой-то выстрел творческий идет, и ты, оу, песня, приду. А, 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 и все, ты от этого становишься счастливым. У меня песня есть «Город Чеи», недавно ее выпустили, еще клипа на него нету, чтобы вам показать. Я летел в самолете в Челябинске, прям вот мне песня раз за секунду, я не заметил, как я долетел до Челябинска. Вот такие моменты бывают. Ну смотри, ты очень талантливый человек, то есть ты, можно так сказать, но ты всегда в процессе, и предприимчивый. То есть мне кажется, у тебя вот есть такое стержень в твоем характере, что если ты что-то такое наметил, то ты обязательно доведешь это до конца. Есть бизнес-направление, кстати. Есть бизнес-направление, да? Да, мы... То есть когда ты, ну вот я просто хочу, с какого момента? Ты когда играл в команде «Уездный город», потом команду по каким-то там поводам распалась, тогда ты же создал свою команду, правильно? Но это не я создавал свою команду, это миф. Но ты стал ее лидером, или как? В том, что была команда КВН «Уездный город», и я, наверное, там был молодой, и я больше практики получал от КВН, потому что ребята играли в КВН уже на протяжении там 10 лет, 5-7, а я молодой, за один год дошел до высшей лиги, ну так получилось, и у меня все срослось. И, естественно, я не понимал на протяжении там трех лет, что такое КВН, я учился этому играть. Я параллельно летал в Ханты-Мансийскую лигу КВН, команде лиц уральской национальности «Луна». Мы играли и в Челябинске. А, то есть они уже существовали как раз. Дело в том, что это, можно сказать, таким спортивным термином, это такой фарм-клуб, вторая команда уездного города, можно так сказать. Но потом мы уже вышли в премьер-лигу и высшую лигу, ну и, естественно, я научным опытом игры высшей лиги уже, естественно, стал один из фронтменов. Я думаю так, если бы я в 2000 году, я бы играл с командой КВН «Луна», я бы ничего не понимал. КВН – это очень крутая школа, КВН – это мегапрактика. Но хочу заметить, что все равно немногие люди после КВН выходят там, да, и становятся узнаваемыми персонажами. И во многом из-за самоиронии, из-за твоего вот этого стержня, можно так сказать, ты, ну, реально достаточно узнаваемый человек. Вот так спроси, кто такой Стас Ярушин, мне кажется, любой ответит и тебя узнает. Я вас умоляю, но я 20% знаю, кто такой Стас Ярушин, остальные 80 говорят, что это Антоха из «Универа». Ну, слушай, ну это же образ. Это образ, на котором как раз-таки можно играть. И ты, естественно, и хорошенечко обыграл свои песни о наболевшем. Я вот о ней хочу сейчас поговорить. То есть тебя задолбала эта тема, откровенно говоря, и ты решил в творческом порыве. Ну, она до сих пор задолбала эта тема. Ну, почему задолбала? Слушай, ну раз ты там снимаешься, значит, тебе это нравится. В универе? Ну, конечно. Ну, это и работа моя, извините, мне надо семью каким-то образом кормить. Универ – это популярный проект, который идет долго на отечественном нашем телевидении. Популярный очень сериал. Ну и круто, что есть такой образ, который можно дальше. Ну, понимаешь, когда на улице подходят к себе и говорят «Привет, Антоха!» Я говорю «Привет, Кирюха!» Он говорит «Я не Кирюха!» Я говорю «А я не Антоха!» А я не Антоха, да. Когда люди мне… Вот опять же зависят от моего настроения. Когда подбегают «Эй, чувак, Антоха, привет!» Можно сфоткаться. Я говорю «Все с чего?» Но вот почему? Почему вы над «ты» начинаете общаться? Вам сколько лет? 19, а мне 37. Это народный персонаж. Это же народная любовь. Я понимаю. Как ты этого не понимаешь? Смотрите титры внизу. Там же есть имя и фамилия. Ёлки-палки. В общем, тебя это задевает. Почему я других актеров знаю, как по именам зовут? А по именам и фамилиям? Я же не хожу и не… Именами их героев из фильмов же не называю их, правильно? Я только могу к тебе обратиться классом. Маша, ты потрясающий ведущий. Маша, ты в жизни Маша. Окей, давай тогда сейчас. Мы еще раз напомним, что, друзья, сегодня у нас в гостях Станислав Ярушин. Нет, не тот актер из универа, а именно Станислав. Запомните это, пожалуйста, на сигнал. Не стесняйте меня. Да, сейчас мы ненадолго прервемся, а потом обязательно послушаем, посмотрим твою песню. Давай? Давайте, прерывайтесь. Все, да. Вечерний эфир на телерадиоканале «Страна.ФМ» продолжается. Здесь я, меня зовут Маша Новая. И, как всегда, по вечерам в нашей студии мы рады представлять гостей, которые так или иначе связаны с юмором. Сегодня у нас Станислав Ярушин. И вот мы сейчас как раз-таки заговорили уже о наболевшем в этом самом герое из универа. И у тебя родился хит. Скажи, каким образом все это произошло? Да год назад, и это до сих пор продолжается, просто год назад я когда с музыкой, музыкой стал заниматься, продолжать. Ну, более серьезно, да. Более серьезно, да. У меня просто песня на наболевшем, что писать, я называю стихи народные, музыка моя. Музыка народная. Когда люди стали присылать, первые я там мемы выложил в Инстаграм, полетела. Ты, Антоха, что ты поешь? Когда новый сезон? Это не твое. Что ты делаешь? И вот я решил эту песню. Потому что на улице постоянно узнают и говорят, о, Антоха с универа. Ну да. Да. И как быстро ты написал слова к этой песне? Моментально. Вот интересно. А ребята с универа как раз-таки снялись в этом клипе. Ты взял просто уже готовые нарезки или вы все-таки что-то специальное там придумывали? Нет, это огромное спасибо нашему каналу и Comedy Club Production, каналу ТНТ. Это то, что была такая возможность после каждого дубля просто универную сцену отсняли. И ну давайте там 10 секунд снимем. Сверху для Стаса. Чуть-чуть попрямляемся. Да, да, да. Наснимали такую историю. Снимали, наверное, на протяжении там нескольких дней. Наш дней десяти. В итоге даже какие-то кадры мы... Там универ заканчивался, был перерыв. В итоге мы какие-то кадры не набрали. И спасибо нашему режиссеру Роме Номикову, который просто добрал это все из архивов и сделал. Ну это самое Степ. Здесь напрашивалась картинка, что это будет с героями сериала «Универ» со всеми сделано. И как это, хайпанули, вот так вот и сделали. Но я думаю, что была бы нелогичная картинка, если бы в этой песне промекал кто-то другой. Слушай, а вот как раз-таки ты говоришь, продюсеры, они не выступили с желанием взять, может быть, эту песню, дальше в сериал, как такой маленький литмотив твоего героя. Это же классно. Я думаю, что продюсеры, они помогли мне в раскрутке этой песни. Она сейчас на канале YouTube. Для меня, за год, для меня, я понимаю, некоторые за день, за пару часов, за несколько секунд набирает миллион. Для меня это хороший результат. Но ты ее как-то продвигал, раскручивал? Или вот просто ты выложил и все твои поклонники? Благодаря, опять же, каналу ТНТ, благодаря нашим ресурсам, мы могли показать его на разных площадках. А, ну они репостали, да, скажем так? Да, но это живые абсолютно просмотры, я не люблю этих накруток, надо просто быть искренним подношением к своему слушателю, к своему зрителю. Вот, и благодаря этому ролик набрало огромное количество просмотров в интернете. Песня популярна, и на наших концертах ее просят петь, мы постоянно ее поем. Обычно сам мы с нее начинаем, потому что логично, кто это, Антон с универсой. Сразу задаешь, да. Ну и мы заканчиваем, просят, но мы уже там жестко ее в таком роке играем. Я даже на последнем концерте в 16 тонах даже разорвал футболку, выкинул ее, выгросил микрофон, как будто рок-музыкант. Но мы это лирики-попсовики, а так тут что-то повел себе немножко. Завелся, нормально состояние. Слушай, ну а вообще, у тебя, конечно, самоирония просто 80-го левела. А вот, ну, такое ощущение, отношение к себе, это врожденное или приобретенное? Вот всегда ты был к себе немножечко... Это приобретенное. Приобретенное? Я просто понимаю, что надо проще относиться к этой жизни. И благодаря, опять же, КВНу, ведь много КВНчиков в самоиронии. Но есть неприятный момент, я недавно, там, не буду цитировать, шутку услышал от людей своего цеха, очень неприятный, в мой адрес именно. Есть всему грань, но я из-за того шумиху не поднимаю, там, ни... С ума по этому поводу не сошел, спал спокойно, но есть всему грань определенная. Самоирония должна быть, она должна быть статусная, грамотная, хорошая. Вот, как раз-таки о грамотной самоиронии сейчас мы и поговорим. После того, как посмотрим, послушаем твой клип, который называется «Анна болевшая». Давайте. Да, я часто снимаюсь в кино, правда, в одном и очень давно. Выйдешь на улицу, найдется Валера, который крикнет «О, Анпоха с универа!» В социальных сетях народ закипел, пальцем тычет в экран, а этот забел. Слышь, хорош петь, в ушах стоит звон. Ты лучше скажи, братан, когда новый сезон? Давай, давай! Антон, с универа, с поэтом вам под фанеру. Братан, Старс Ярушин, бальзам на ваши уши. Антон, с универа, открытая проблема. Для вас, Старс Ярушин, не нравится, не слушай. Выпустил альбом, назвал его «Об этом». На радио принес, послали без ответа. Позвонил друг пермяш, тексты не от души. Ладно, Диман, сядь, сам напиши. Да, я часто сладкие песенки люблю, и сейчас одну из них для вас спою. Давай, не думать об этом. Антон, с универа, с поэт вам под фанеру. Братан, Старс Ярушин, бальзам на ваши уши. Антон, с универа, открытая проблема. Для вас, Старс Ярушин, не нравится, не слушай. Антон, с универа, открытая проблема. Антон, с универа, для вас, Старс Ярушин. Вечерний эфир на телерадиоканале «Старана ФМ» продолжается. Мы здесь, а также я, Машнова и Старс Ярушин. Вот, друзья, не так давно посмотрели композицию Старса, называется «О наболевшим». Так вот, хочу сразу же отметить, что очень много ребят из универа снялись у тебя в клипе. Как вообще у вас отношения с ними складываются на съемочной площадке? Так и вы все дружите. Да вот, Аррата позавчера видел. Нет, все дружим. Одной из составляющих успеха сериала «Универ» это взаимоотношения внутри площадки. Бывает разное, бывают какие-то споры, но мне нравится, что ребята без амбиции, тот коллектив, который сейчас есть, абсолютно без амбиции, если ты подсказываешь, ты ни в коем случае не указываешь, подсказываешь, как бы ты сыграть вам вот здесь, чтобы удобно толкнуться от актера. Это чисто технические моменты. Ребята воспринимают это все позитивно и положительно. Потому что я сталкиваюсь в ситуациях, когда просишь как-то там, что ты меня учишь? Ну, понятно. Кто ты такой? Ну, слушай, ну «Универ» — это яркий пример того, что проект успешен, проект любим, народный и так далее. Уже сколько лет ты там снимаешься? Да не знаю, мы старые уже. Я уже с 30 лет снимаюсь. Пять? Нет, больше? Семь? Ну, мне 37, я где-то с 29-ти, с 30-ти стал сниматься. Ну, здорово. Ну, мы уже дедушки, мы уже в сериал так смотрим, мы уже старенькие. Но «Универ» смотрят те люди, которым нравятся ситуации с полюбившимися героями. Они там не обращают внимания на... Ну, они такие легкие, понимаешь? На то, что на наш возраст. А кто-то смотрит и на ситуацию с полюбившимися героями адекватно оценивает то, что происходит. Безусловно, нужно что-то где-то менять, что-то можно и новое подумать. Но я думаю, что наша команда, как Comedy Club в продакшн, просто так сегодня оставит. Ну, смотри, вот насчет нового, раз уж ты сам затронул эту тему, были же и другие проекты, где ты был в качестве ведущего и так далее. Мне очень интересно, как ты думаешь, почему не пошел проект «Прожарка», который очень хорошо пользуется там популярностью в интернете, но вот он был на первом канале, и был всего лишь один выпуск. Ты там был как раз-таки ведущий. Как ты думаешь, может быть, юмор какой-то не такой? Или, может быть, люди не совсем были готовы к такому юмору? Дело в том, что это формат американской передачи, и любое творчество, оно подразумевает импровизацию и работу над творчеством. То есть мы поработали, но поняли, что проект не пошел. Почему он не пошел? Но у нас менталитет другой. Это не жесткий юмор, Это жестковатый юмор, который с менталитетом американским, они понимают, что они делают. Да, выходит там человек и шутит на то, что там Шакила Нью видит там остальные свои части через зеркало. Для них это смешно. И там жанр стендап. Стендап — это все-таки очень тяжелый жанр, этому надо учиться, это надо правильно уметь придумывать, правильно уметь подходить к этому, правильно подавать шутки. У нас дело в том, что наши заслуженные артисты, которые были там, ну ни разу со стендапом не сталкивались. Да даже мне стендап тяжело читать, о чем говорить, хотя я всю жизнь там в юморе нахожусь. Вот поэтому это не пошло. Немножко, ну бывает, бывают какие-то фильмы не идут, сериалы не идут. Да, очень много написали, что это такое. И мне очень там неприятно было слышать, когда люди, имеющие отношения, твои коллеги, написали такую телегу без уважения там к тем артистам, которые выступали со сценой многого, чего в жизни добились, а твой же коллега, извините меня, там поливает грязью. Вот это было неприятно. Потому что у этого же коллеги, собственно говоря, тоже продукт я видел, но мы молчали. Не буду ими фамилии называть, но так некрасиво. Ну а как ты думаешь, есть какие-то запретные темы в стендапе и вообще вот на телеке, например, об этом не пошутишь? Я не могу говорить насчет стендапа, потому что я далек от этого творчества. Ну или в КВН, например. Были у вас какие-то запретные темы? То есть цензура постоянно, да? Ну конечно, цензура была, конечно, о каких-то вещах, но не надо было шутить. Мы все равно в демократической стране живем, но все равно какие-то моменты, ну опять же, самоирония, грань должна быть, да? Везде должна быть своя грань. Бывали случаи, когда на шутки люди обижались, и бывали истории, вот сами прекрасно знаете, что там люди потом извиняются. Поэтому должен быть какой-то предел, и что касается стендапа, не могу сказать. Там более такой открытый жанр, и вам люди, ребята из стендапа расскажут, как правильно там дружить с юмором. Ну а какие шутки вот прям сразу же, да, вот принимались людьми, народом, вот на какую тему, как думаешь? Ну, всегда мы кого-то... Ну там на тему отношений не всегда заходят. Вот сто процентов беспроигрышный вариант или нет? Нет, всегда любили какие-то пародии. Пародии. Я, кстати, один из первых. Это жанр популярный. Да какой я первый? Первый? И по большинству слова сделал пародию на Андрея Малахова. Без грима, без всего. Мы в команде КВН Луна играли. Потом только появилась большая разница. Но я первый на Андрея делал пародию. Я потом в одной передаче вообще даже в образе полностью вел. Вот передача в образе Андрея Малахова. А сейчас можешь изобразить, как это пример? Добрый день, добрый день. Что, что, что? А у нас в гостях, да, и когда он с Чуриковой вел все вот эти моменты, они были, были. Да, да, да. Не переключайтесь, не переключайтесь. Но когда он вот такой, Андрей, был именно положительно сумасшедший. Сейчас-то он же статусный человек, а по молодости. Мы тоже в КВН, когда выходили играть, Нас всех вот так, шутка одна, мы передергиваем, всех дергаем. Были такие моменты, безусловно. По пародии потом протаскивали кого-то. Люди, говоря, ой, меня в КВН протянули. Да вас застремали в КВН. Ну, по-доброму. То есть и такое тоже было. Было такое. Ну, а тебе не кажется, что юмор сейчас все-таки как-то немножечко поменялся? И вот он свое широкое распространение также получил и в Инстаграме. Сейчас ты, ну, наверняка виделся, возможно, вот эти вайны, которые снимают. Как ты к этому относишься? Нравятся тебе эти видео или нет? Я ненавижу слово вайны. Вайны, друзья, не вайны, вайны. Это видеоролики на определенном деле. Я не вижу это слово, я не понимаю, когда у некоторых вайнеров юмор, но мы в двухтысячных, в девяностых так шутили. А люди сейчас снимают какие-то старые анекдоты. Юмор, ну, мне не смешно, причем там просмотров-то огромное количество. Ну, вот тебе не кажется, что юмор как раз-таки сейчас из более, может быть, умного скатывается на что-то более низкое, пошлое, тупое, может быть, даже местами? Есть низкое, пошлое, тупое, огромное количество мата появилось, особенно там у кого-то на каналах. Ну, опять же, я почему говорю, люди растут, вырастают, поколение меняется, по-другому жизнь стала. Многие говорят, КВН не тот, не знаю, я смотрю с удовольствием. Где-то какой-то просад одно время был, но все равно команды-то выходят. Сейчас помните, там сборную Пятигорска, Камызяки, ребята с Казахстана наконец-то победили. Последняя игра КВН потрясающая была, вот, наверное, за исключением там одной команды, все четыре команды. Прям я от души посмеялся, я так давно не смеялся. Мне нравится, меня КВН укусил второй раз, потому что я вышел в премьер-лиге там год назад с командой из Челябинска, попросили меня в стеме со звездой поучаствовать, я поучаствовал, меня укусил КВН второй раз, я опять его смотрю. Моя дочь смотрит канал КВН, мы смотрим, мне нравится, что моя дочь это смотрит. А то, что происходит в интернете, но какие-то надуманные все, высосанные из пальца бывают истории. Я сейчас выпустил свой влог, у меня интернет-канал. Мы пока молодые абсолютно, но мне нравится этот контент, потому что он абсолютно правдивый, искренний. Я живу по философии в этом влоге. Не то, что я сейчас утром встану и придумаю, что мне делать, а я показываю так, как я живу. Мы не материмся, у нас абсолютно для меня статусный, взрослый, интересный контент. Но я вот так живу. Камера просится, возьми меня, я подумаю. Ну расскажи, что ты выкладываешь в свой ютуб-канал, то есть там и влог есть, и плюс ты же туда выкладываешь свои песни, правильно я понимаю? Да, но я их раньше выкладывал, сейчас мы направили мой канал именно на влог-историю, но мы можем сказать, что на этом канале будут и музыкальные истории. Мы снимаем некий сейчас там музыкальный документальный фильм для себя. Будет много музыки. Я готовлю историю, где я буду рассказывать много о своей музыке. Хорошо, я предлагаю тебе прямо сейчас тоже немножечко прерваться на музыку, друзья. Вы никуда не уходите, мы скоро вернемся. Друзья, сейчас дождь пойдет из ваших глаз от смеха, потому что у нас сегодня очень энергичный, юмористичный и такой, знаете, музыкальный герой. Стас Ярушин вместе с нами. Ну, Мань, ты прямо сказала, как будто сейчас вообще... Я готовилась просто, понимаешь, очень долго. Стас, ну скажи, вот мы с тобой в прошлом выходе уже начали говорить о том, что тебе нравится в интернете и так далее, но у тебя в Инстаграме практически уже 2 миллиона подписчиков. Ты как-то развивал его, продвигал, ты с кем-то делал коллаборации, как это произошло? Или ты просто выкладываешь туда свою жизнь, войны? Нет? Ты сама отвечаешь на мой вопрос. Да, но я по принципу работаю, мне не хочется быть искусственным. Но так как есть, так и есть. Мы так выкладываем, так работаем, так я показываю, как я живу, моюсь, мое семейство. Но тебе нравится, когда лайки тебе ставят, твои поклонки? Ну а комментарии, когда хорошие пишут, нравится? Нет, я на комментарии отвечаю всегда сарказмом и с юмором. А, вот. Ну если люди, мне не нравится некий тупизм у людей, которые бывают, когда не понимают, что происходит. Если ты не понимаешь, что происходит, лучше не пиши. Вот, а так я ко всем адекватно, лояльно. Ну если пишут, то Стас тебе ответит, дорогой друг. Если, если да, и в блог. Сразу всех в блог, да? Мне прям не стесняюсь, потому что очень много хамства есть и очень много непонимания. Я могу даже хамство оставить, а если человек тупит, простите, да, точно в блог. Я не люблю. Ну, надеюсь, ты в блог не отправишь наш официальный аккаунт от телерадиоканала Страна.ФМ. Только что на тебя подписалась и прямо сейчас предлагаю тебе поиграть со мной в игру лайки. Лайки, называется так. Лайки. Хорошо. Смотри, я сейчас буду задавать тебе вопросы. Сколько подписчиков у твоих коллег по цеху, которые тоже работают на таком же канале, как и ты. Вот, если ты будешь близок к правильной цифре, то я буду ставить тебе на твою фотку лайк. И если ты ошибешься, я тебе лайк этот снимаю. Давай попробуем. Итак, как ты думаешь, сколько подписчиков у Гаррика Мартиросяна? Ну, Гарик недавно завел свою страницу. Я думаю, что за миллион есть. Миллион двести где-то, миллион сто. Друзья, и это лайк. У Гаррика Мартиросяна один миллион четыреста тысяч подписчиков. Красавчик. Давай, тогда посложнее сейчас. Павел Воля. Паша Монстр, там десятка точная. Девять, десять миллионов точно есть. Слушай, ты что, готовился? Ты каждый день просматриваешь их инстаграмы. Откуда такие познания? Я примерно знаю уровень медийности людей. И Пашку вообще уважаю очень сильно. Пашку с уважением прям. Вот, ну, настоящий. Стас, ну, реально лайк, потому что девять миллионов восемьсот тысяч подписчиков. Красавчик. Так, а Тимур Батрудинов, прошу, твой вариант. Ну, он где-то как я примерно. Наверное. Ну, может быть, то, что они там с Бузовой устроили, конечно, Батрухи-то пиара не хватало в этой жизни. Так что он никому не нужный потраченок был. То есть ты тоже посвящен в эту историю, да? Так там все пестрило это я как-то. Ну, короче, столько же, сколько у тебя. Где-то как у меня. Где-то миллиона девятьсот, два миллиона где-то. Все, друзья, я просто не вижу смысла дальше играть в эту игру. Ты угадал? Ну, ты реально угадал тоже. Один миллион девятьсот подписчиков. Такое ощущение. Да, точно так же. Ну, да, 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 да. Молодец. Ну, расскажи нам о своих ближайших планах. Что еще появится, может быть, на твоем YouTube-канале, связанное с влогом и так далее? Ну, на YouTube-канале мы развиваемся потихонечку. Для нас это новое направление, новый бизнес, можно сказать. И я думаю, что дней через десять мы выпустим четвертую нашу серию. Также, кто следит за моим влогом, я недавно бросил вызов в ротарю номер один. Вот, это круто. Хоккею Сергею Бобровскому, что я ему из десяти забью два булита. Я с Сережей на связи, он сейчас в национальной хоккейной лиге защищает цвета «Коламос Блю Джекетс». Мы в сентябре обязательно эту историю проведем масштабно, о ней будут все слышать. Ну, как говорят модно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Да, да, ставьте лайки и так далее. Ну, а из песен, что мы в ближайшем будущем услышим? Будут какие-то новые треки? Новые песни, я думаю, что в следующей неделе у меня записано восемь новых композиций. Ого, восемь! Мы потихонечку, да, я думаю, раз в две недели будем выкладывать уже по синглу. Я сначала перпел, думал, что до осени давайте дождемся, выпустим альбом. Нет, надо людей посвящать свое творческое, музыкальное событие. Ну и также меня очень часто спрашивают, я совсем недавно... Я не дизайнер. Не дизайнер. Я бизнесмен, но у нас выходит своя линейка одежды. О, я тебя с этим поздравляю и желаю тебе огромной удачи. Мы назвались «Ют Генерейшн», это поколение людей, которые родились там после 81-го года рождения, так что мы работаем в этом направлении. Недавно выпустили линейку под баскетбол, «Ластар Гейм», вот в июне опять следующую линейку под баскетбол выпускаем. Я хочу тебя брать во всех твоих проектах, в одежде, в песнях. Самое главное – успех. Друзья, сегодня на телерадиоканале «Страна FM» был Стас Ярушин. И прямо сейчас я предлагаю вместе с нашими зрителями и слушателями посмотреть, послушать твой клип. Все, всем пока! Пока, спасибо огромное. Поехали.